Дом Марины находится по соседству со злополучной бани. Члябеньке приходится постоянно мириться с пьяными компаниями, которые устраивают тут кутежи. В здании не раз случались поджоги. Впрочем, нарушители костры разжигают и рядом с заброшкой. Горела машина. Вы даже не представляете, как близко было это к моему жилому объекту. Да, мы вызвали пожарников, мы вызвали милицию. Почему мы должны нести такую ответственность? Инициативу, да. У нас что, нет государства, которое должно нам в чем-то помогать? Любители спиртных напитков и запрещенных веществ – это еще полбеды. Это место мистическим образом притягивает все большее несчастье. Местные жители рассказывают, что уже несколько раз вызывали полицию для тех, кто решил попрощаться с жизнью. Но больше жители опасаются за детей, которые проводят в заброшенной бане все свободное время. Здесь полная антисанитария, а полусей насколками от бутылок. Лестницы здесь уже давно нет. Разобрали на металл. Но подростки все равно забираются на самый верх здания, что пугает их родителей. А вот на днях у меня есть фотографии. Был дождь. И ребенок не может спуститься, потому что он скользит. Вот чем опасен этот объект. Я уж не говорю, что здесь и находили и трупы. И 30 лет стоит это здание. Я так поняла, что бесхозное. Стены постепенно растаскивают по кирпичикам. Выйти на связь с собственником жители хутора не смогли. По словам челябинцев, имущество вроде бы находится под арестом. Ничего не делается. Делюшка делала, а они так и ничего не делали. У кого-то разрушили. Коммуникации целые. В принципе, можно было садик здесь делать. Да. Коммуникации есть все, а садик нам нужен. Мы отправили официальный запрос в Комитет по имущественным и земельным отношениям города. Задали вопрос, можно ли изъять имущество у собственника. Расскажем об этом, как только чиновники подготовят ответ. Венера Каримова, Артур Фазлеев, 31 канал.